Доброе утро, мои хорошие! Утро начинается с чашечки кофе. Кто любит кофе, как я? Ой, пока я включала камеру, пенка села. Обожаю кофе с пенкой, мои хорошие. У меня, вот посмотрите, сколько зелени свежей. Просто в это время года свежая зелень. И такая она, очень такая, да, свежая. Она не из магазина, а вот у частного человека купили. Своя их зелень, и она такая свежая, свежая прям. И вот не сумели устоять, муж не сумел устоять. Купил, как всегда, помногу. И так как он купил и укроп, и зеленый лук, то я решила быть салату столичному. Сразу поставила морковку с картошкой. У меня есть и огурчики, и горошек. В общем, все есть. Так что у нас сегодня еще будет столичный салатик. Между прочим, кинзы много. Можно, у нас нету мацуна. А то очень хочется сапас наш армянский супчик кисломолочный. Его приготовление, этого супа, тоже есть у меня на канале. Так что у меня много рецептов. Проходите, смотрите. А вот сегодня у меня будет вот такое занятие. Сегодня у меня буду вязать, начинаю вязать набор шапочку, шарфик и варежки. Шарфик это не шарфик, а манишка будет детская, с шикарным помпоном из енота. Это будет ну просто бомбически теплый-теплый комплект. Шапочка будет двойная. В общем, это идеальный вариант для малыша на зиму. Вот. И сейчас пойду выпью кофе свое любимое. И буду начинать вязать. Вам всем желаю хорошего настроения и хорошего продолжения дня. Ну вот, мои хорошие, с утра пораньше я уже засолила, все нарезала, все положила. Капуста и качаная, и цветная, и зеленые помидорки. В общем, здесь все, что хотите. Опять у меня будет овощное ассорти здесь у меня. В общем, у нас сегодня засолка. Сейчас я спускаю эту посуду, эта ведерка огромная, в подвал и буду заливать соленой водой. Соленая вода, это на литр воды, две столовые ложки без верха соли. Запоминайте и готовьте. Как уже говорила не раз, это очень вкусно получается. И соль всегда, как говорится, на месте. Сегодня решила сделать творожные печеньки. У меня был творог, оставался, там, наверное, грамм 300. Ну вот, просто творог, масло, разрыхлитель, мука и вот тесто, которое просто раскатывается, нарезается зубчиками красиво, посыпается песочком и получается, вот я здесь уже один скатала, вам покажу, вот такие маленькие красивые рогалики. Сейчас я все это сверну и яйцом ничем не мажем, просто выпекаем в печке. Это будут такие, как песочные печеньки, вкусные. А так как тесто на твороге, оно получается просто воздушным, невероятно мягким и вкусным. Да, кстати, ваниль обязательно. Кто любит корицу, можете и корицу посыпать вместе с песком. Это вот придаст прям такую новогоднюю нотку. Тоже очень вкусно. Ну и вот результат того, что мы испекли с вами. Они очень красивые, румяные, пропеченные, видите, и очень-очень мягкие. Давайте сейчас мы с вами разломаем и покажу вам, какие они нежные внутри. Вот такая нежная красота. Посыпем все это пудрой и можно подавать. Ну вот такая у нас готовые, готовые такие печеньки получились. Как я уже сказала, очень просто нежные, тают во рту и очень они смотрятся хорошо. И из совсем маленького количества теста, получаются такие, правда, мелкие, я сделала. Ну, вы можете сделать на свой вкус, крупнее. Ну, на свой вкус. Размер в этом случае не имеет значения. Вкус от этого не меняется. Печеньки одинаково вкусные, в любом размере. Конечно же, вы можете положить туда начинку, любую, крепкий джем, можете нутеллу положить. От того, что тесто не сладкое, туда можно и сыр натереть, и как бы соленая начинка, что была. Так что фантазия от вас. Ну и давайте похвастаюсь я своей новой работой. Я вам показывала, что я связала образец, чтобы связать шапочку. Вязала образец и верхней части шапочки, и внутренней части шапочки. Шапочка у нас двойная. Вот вы видите, она вот так отделяется. Два слоя. Связана она, как я уже сказала, из мериносовой пряжи, которая не даст меринос плюс хлопок, но это просто идеальный вариант для ребенка. Голова не будет потеть. А как будет тепло, это просто такая шикарная шапочка. Здесь, видите, специально для ушек, чтобы ушки были закрыты. В общем, здесь предусмотрено в этой шапочке все. Здесь вот такой ободочек, который будет очень плотно прилегать к головке ребенка. В общем, я нашла идеальную шапочку, купила мастер-класс и вязала. Уже вязала в прошлом году, фото от нее не было. А в этом году я зашла в совместник, потому что уже мастерица, которая сделала эту шапку, будет давать вот именно в этом совместнике. У нее отдельной продажи, на это не было. Будут варежки к этой шапочке. Так что я очень хочу двухслойные варежки для ребенка. Я вот, не знаю, детская одежда, детские наряды. Для меня как-то намного легче вязать на взрослого, чем высчитывать все это. Но потом нужно правильно попасть в размер, потому что размер это такая вещь, что если не по размеру, шапка будет большая, болтаться на голове. А когда все хорошо и аккуратно связано, все убавки идеальные, просто идеальные. Ну а что может быть лучше этого? Вот так что огромное спасибо за мастер-класс Лилечке. Себе говорю спасибо, что так быстренько связала эту красивую шапулю на заказ. Ну к ней будет еще манишка и жду варежки. Как сделают, у меня получается шикарный, просто богатый такой. Посмотрите, какой комплект с таким помпоном из енота. Вот. Так что малыш будет в тепле, дай Бог ему здоровья. Мамочке спасибо за заказ. В общем, я очень рада этой работой. Все, кто ждал, что получится, ну вот это для вас. Смотрите, какая красивая работа получилась. Идеальная шапулька. Кстати, вспомнила, что я вам не показала, какой у меня шикарный столичный салат получился. Такой вкусный. Я его сделала с ветчиной. Вот. И свежими огурцами в конце. Так что такая вкуснятина у меня была. Но я вам скажу, знаете, как я его попробовала, покушала, и мне так понравилось. У меня здесь кислый был гранат. И я просто добавила в свою тарелку, конечно, потому что у нас не все кислые любят. А я обожаю. Я добавила зернышки граната в столичный салат. Девочки, такая вкуснятина. Кто любит чуть-чуть кислинку, просто один раз попробуйте. Вот совет от меня. Мне это сочетание, кстати, очень даже понравилось. Продолжение следует...